Микрокарта Вот, друзья мои, мы с вами говорим про микрокарту. Ту часть большой карты, в которую включено наше близкое окружение. Это родители, ну, партнеры по семье, супруг, дети, а возможно, какие-то близкие друзья. И вот важна экология общения с этими людьми. Она важна прежде всего для нашего психологического состояния, равновесия. И также эта экология отражается на нашем общении с этими людьми. И вот тут необходимо следовать неким общим правилам, хотя много индивидуально. И ваши индивидуальные вещи мы с вами разберем в наших консультациях по скайпу. А вот первое важное правило, общее, вы должны запомнить. Ваши близкие – это уже сложившиеся люди со своим характером, со своими привычками, со своими убеждениями. Но если они для вас близкие, то, значит, вы их выбирали. Ну, или они вам даны по определению крови родные. Поэтому вы их принимаете. А принимаете ли вы их с их вот этими достоинствами или особенностями? Ведь довольно часто получается, что этот близкий не соответствует вашим надеждам и ожиданиям. У него свои какие-то есть претензии, свои какие-то установки. Так что же делать? Ответ. Прежде всего задумайтесь. Вот так, прикиньте, насколько можно найти это понимание. Это понимание с этим человеком. А потом не стесняйтесь, не живите по умолчанию. Спросите у него, а какие у него претензии к вам? Какие он надежды возлагает на эти отношения, которые складываются с вами? Но стоп! Это совсем не значит, что надо сразу бросаться, выполнять эти пожелания, которые он вам высказал. Вот так часто родители гнобят своих детей, говорят, мы его так в вас вкладывали. Или муж, или жена. Вы просто выслушайте его. А потом в одиночестве подумайте, насколько вы, лично вы, готовы исполнить эти пожелания. Вот насколько вы можете пойти на компромиссы. Или где-то попросить некоторые какие-то со своей, с точки зрения, конструктивные претензии и пожелания. Поэтому потом, после этого раздумья, попробуйте без эмоций. Вот так конструктивно предъявить вот это, это, это к нашему близкому. К тому, с кем вы хотите разобраться в отношениях, в общении. Но не надейтесь и отбросьте ложные иллюзии, что ваши эти пожелания, которые вы выскажете, будут к столу, как говорится. Его не подошли, ваши не подошли. И вот здесь делайте вывод сами. И помните, что можно некоторых близких поставить на паузу, а может быть, отправить и в игнор. Потому что вы живете свою жизнь, потому что вы пишете свою пьесу. И если вы с кем-то случайно встретились на просторах вот этой жизни, сошлись, вы не обязаны ломать его судьбу, правя его поведение под ваши установки. И ломать себя, идя к нему навстречу тем установкам, которые вам, как говорится, нож в горло или металлом по стеклу. Поэтому вы должны отслеживать экологию вашей микрокарты. Вы поэтому подпишитесь на канал, вы посмотрите, сколько много я говорю про микрокарту. Это про то ядро, из которого-то и мы расширяем свою территорию, мы расширяем свою зону комфорта. И если у нас нету этого тыла, и если в этом тылу завелись враги или тараканы, то тогда наше развитие не будет достойным, не будет успешным. Да и жизнь наша будет некачественной, не заладится, как говорится. Поэтому прикиньте, насколько можно понимание в этих близких отношениях, даже с родителями, даже с детьми. Иногда, запомните, можно поставить на паузу. Подписывайтесь, обращайтесь ко мне. Я вам расскажу, как экологично выстроить отношения вот в этой микрокарте. Смотрите ролики и про микрокарту. У меня есть и с точки зрения людей, взаимоотношений близких, и с точки зрения среды обитания, и с точки зрения собственного эгоизма. Запомните, конструктивного эгоизма. Эгоизма, который составляет вот того героя, о котором вы печетесь в своей жизни и создаете свою судьбу. У нас есть о чем поговорить. Обращайтесь по скайпу.